МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Москве 10 утра. Информационная служба МИР-24 продолжает свою работу. В студии Татьяна Алексеева. Путешествия в космос и российские дороги. Эти темы сегодня в поездке дня у президента Владимира Путина. Глава государства приехал в Благовещенск. Там он проинспектирует космодром Восточный и новый участок трассы Чита-Хабаровск. Ну, кстати, по этой автомагистрали Путин уже ездил на желтой ладе Калинин. Александр Ефремов вспомнил подробности того переезда. Знаковое для России событие, в смысле даже историческое, поскольку страна наша, как известно, будучи самой большой по территории в мире, никогда еще в своей истории никогда не была связана полностью шоссейными дорогами. Это интервью четырехлетней давности Владимир Путин дал после завершения строительства федеральной трассы Амур. Через минуту он сядет в ставшую знаменитой желтую ладу Калину и лично проедет все 2165 километров от Читы до Хабаровска. С собой в дорогу Путин возьмет диски Битлз, Григория Лепса и группы Чаев, а также мини-холодильник с бутылками воды. Та поездка заняла четыре дня. Тогда еще премьер-министр сам крутил баранку, сам заправлял машину на бензоколонках. Часть пути с Путиным разделили журналисты. Мы решали задачу соединения всей территории Российской Федерации шоссейными дорогами автомобилей и решили ее. Поездка Путина дала блогерам большую пищу для шуток. Например, в интернет попали кадры, как люди в штатском, но с пистолетом. На поясе чистят желтую Калину и замазывают сколы. А заодно выяснилось, что автомобилей на самом деле было сразу три. Здрасте, Владимир Владимирович. Так а сразу сказали, что две будет. Ну вот третья едет. Насмешникам потом объяснили дополнительные машины для подстраховки. А вот жители небольших поселков автопробегу были только рады. Для них не важны были ни количество путинских автомобилей, ни их цвет. Главное, сама дорога, которой в этих краях никогда до этого не было. Мы хотели бы поблагодарить вас за то, что мы не кочуем в район, как это было раньше, и не кочуем в Читу, а сегодня просто садимся на машину и едем в район за 40 минут, а в Читу мы едем за 4 часа. Оценка трассы самим Путином оказалась не столь лестной. Он назвал ее средненькой. Асфальтное покрытие на некоторых участках оставляло желать лучшего. Отсутствовали пункты технического обслуживания. Кое-где не было сотовой связи. На то, чтобы устранить дефекты и сделать М-58 «Урал» трассой федерального значения, у строителей было 4 года. Александр Ефремов. Новости Содружества. Отмечу, что протяженность трассы Амур больше 2000 километров. Дорога проходит по территории четырех регионов. Многие казахстанские автовладельцы хотят поменять машину. И дело там совсем не в дорогах, а в стоимости бензина. Только за прошлый месяц цена выросла на 15%. Хотя в Министерстве нефти и газа обещали, что этого не случится. Почему дорожает топливо, выяснила Татьяна Терюкалова. За литр 92-го 70 центов вместо 65-ти. На заправках Казахстана изменились ценники. Из-за резкого повышения стоимости бензина, многие автовладельцы уже думают поменять машину. Сейчас уже в поменьше будем ездить. Малую метрачку будем брать. Последний раз цены на самое ходовое топливо в республике менялись в октябре прошлого года. Тогда стоимость поднялась на цент. Автолюбители ощутили подорожание не так остро. Сейчас водители успокаивают себя лишь тем, что пока цена топлива в Казахстане ниже, чем в других странах таможенного союза. Если бы цена поднималась потихонечку, медленно, то тогда было бы незаметно. А сейчас, даже допустим сейчас, если заправляешься там, к примеру, на тысячу, сейчас уже на полторы. Соответственно, цена поднимается, а зарплата как бы, ну сами понимаете. На заправках объясняют, такое резкое повышение мера вынужденная. Топливо покупают в России за доллары, а в Казахстане продают за тенге. После корректировки национальной валюты в убыток работали даже в национальной нефтегазовой компании. Потери только в Казмунайгаз составили чуть больше 4 миллионов долларов. На сегодня есть два фактора, так скажем, которые свидетельствуют о том, что цена должна подняться. Это первое, это непосредственно прошедшая девальвация национальной валюты. Ну и те цены, сезонное повышение непосредственно на данный вид нефтепродукта. То есть, наше экспертное мнение, что цена должна подняться порядка на 10-15 процентов. То есть, я думаю, это справедливая его цена. Глава ассоциации предпринимателей Жомар Талдангаров уверен, повышая цены на топливо, владельцы заправок действуют по законам рынка. И считает, что если бы перерабатывающие заводы Казахстана работали на полную мощность, страна обеспечила бы себя бензином сама. Что им остается делать, если правительство спит, если оно не шевелится, если оно не хочет мыслить по-рыночному, заводы не построили евро 4 евро, евро 3 евро 4 евро, ну что остается, скажем, тем же самым АЗС, Абтовика. Понятно, это нормальная спекуляция, нормальная, это в рынке, в рынке оно будет это, никому не запретишь, потому что в рынке, если оно востребовано, а люди предприниматели идут на это. Такому резкому скачку цен казахстанцы не были готовы. Ровно три недели назад министр нефти и газа Узагбай Карабалин заявлял, цены на бензин в августе не изменятся. За это заявление он уже извинился, а на вопрос, повысят ли цены в сентябре, отвечать не спешит. Татьяна Терюкалова, Арман Байдоулетов, новости Содружества, Казахстан. Правда, эксперты обнадеживают, они говорят, что корректировок цен на горючие смазочные материалы до конца года не будет. Каждый пятый житель Азербайджана ждет снижение процентных ставок на кредиты. В республике стали популярны покупки в рассрочку. Чтобы расплатиться с банками, люди тратят 20% своих доходов. Но многих это не останавливает, и они берут по несколько кредитов. О жизни в долг расскажет Оливера Хусайнова. Год назад Эсмира Вилеева взяла в банке кредит. На эти средства сделала в доме ремонт и купила мебель. Под залог оставила машину. С условием, что в случае неуплаты автомобиль заберут. Это было главное требование банка – оставить залог в размере 20 тысяч долларов. Иначе они не выдают кредит. В прошлом месяце я не смогла расплатиться с банком. Если еще два месяца не буду платить, то могу остаться без машины. Потребительский кредит у каждого пятого азербайджанца. Некоторые берут не один. В этом году под проценты банки выдали около 9 миллиардов долларов. В два раза больше, чем в прошлом. По сравнению со странами СНГ, где вообще высокие проценты на кредиты, в Азербайджане ставки высокие. Порой они превышают даже 30%. Практика показывает, что за год граждане возвращают на 20% больше, чем взяли. Если кредиты на 2-3 года, приходится переплачивать более 50%. Кредиты берут на покупку машин, путешествия, ремонт, мебель и бытовую технику. О том, как будут возвращать, зачастую не задумываются. По статистике, чтобы расплатиться с банками, люди тратят 20% от доходов. А это не всем под силу. Чтобы сократить количество неплательщиков, специалисты предлагают снизить процентные ставки. При понижении процентных кредитных процентных ставок, это увеличивает потребность клиентов в этих кредитах. То есть увеличивается размер выдачи кредитов со стороны банка. С другой стороны, в зависимости от того, насколько понижение ставки, это может отразиться на доходности банка. Неуплата 3 месяца допустима. После дела заемщика передают в суд. Так как свои деньги банки возвращают всегда. Эльвира Хусаинова, Агиля Элазов, Эльнур Наджафов. Новости Содружества. Азербайджан. Популярностью пользуются кредиты и среди предпринимателей. Но правда, для них предусмотрены льготные займы в рамках реализации проектов. Только с начала года из средств нацфонда бизнесмены получили больше 200 миллионов долларов. Примерно 12% семейного бюджета россиян уходит на оплату услуг ЖКХ. Эксперты РИА рейтинга подсчитали, где в стране самая низкая стоимость коммуналки. Подробности в экономическом блоке. По стоимости жилищно-коммунальных услуг на последнем месте оказались Северокавказские республики. Траты населения были проанализированы по данным Росстата за 2013 год. Самая низкая оплата за квартиру в Ингушетии – 33 доллара. Чуть дороже в Чечне – 34 доллара и 56 центов. В Дагестане эта сумма достигает 36,5 долларов. Но для сравнения на Камчатке квартплата превышает 185 долларов. А жителям Москвы и Санкт-Петербурга коммунальные услуги обходятся в среднем в 120 долларов. Но если говорить о самых дорогих регионах по стоимости жилищно-коммунальных услуг, то в списке лидирует Магаданская область. Там примерно 14% семейного бюджета уходят на оплату коммуналке. В первой пятерке рейтинга оказались прошлогодний лидер Амурская область, ну а также Камчатский край, Московская и Ленинградская области. Во всех этих регионах доля ЖКХ в расходах превышает 12%. Ну, кстати, россияне смогут рассчитывать на скидку, если будут платить за ЖКХ заранее. Вот такой законопроект Госдума собирается рассмотреть в осеннюю сессию. Россиянка Екатерина Макарова вышла в четверть финала открытого чемпионата США по теннису. Она победила Жени Бушара с Канады. Следующей соперницей россиянки станет Виктория Азаренко из Беларуси. О других новостях спорта в обзоре Сергея Пашкульского. В Риме на Олимпийском стадионе состоялся матч мира. Его организовали Папа Римский Франциск совместно с экс-капитаном Миланского Интера и сборной Аргентины Хавьером Санетти. Участники игры, среди которых были такие звезды, как Диего Марадонна, Роберто Баджо, Зинь Динзидан, Лионель Месси и многие другие, призывают к мирному сосуществованию различных конфессий. Команды были названы в честь благотворительных фондов, которым помогают Понтифик и Санетти, Сколос и Пупи. Победу в матче одержала команда Пупи, дублем в составе которой отметился известный в недавнем прошлом украинский форвард, Андрей Шевченко. В общей сложности в матче приняли участие 50 человек, среди них были представители различных конфессий.